Рабби Мейр Кахане. Смешанные браки и еврейский путь. Перевел с английского Ефим Майданик. Извинения за смешанные браки идут сегодня потоком. Их приносят многочисленные еврейские лидеры и организации. Дети лидеров этих организаций с удовольствием вступают в смешанные браки и сами лидеры хотят развестись со своими первыми еврейскими женами и вступить в новый брак с нееврейками. И реформистские раввины, которые либо боятся отказать какому-нибудь члену совета в просьбе сочетать свое дитя браком с неевреем или нееврейкой, поскольку они не верят в божественный иудаизм или вообще в Бога, не видя в противодействии такому браку ничего, кроме «расизма». Это обязывает нас обратиться к позиции настоящего иудаизма, находящего отражение в Библии, книге, которую по какой-то необъяснимой причине еврейские религиозные и светские мошенники упорно хранят в своих храмах. Сегодня потоком идет пропаганда смешанных браков, доводы. Это приводит в наши ряды новых евреев, усиливает еврейский характер еврейского партнера и разный вздор и надувательство такого рода, прикрывающие и неспособность сделать что-то против явления смешанных браков и довод. Так что давайте примем его и понимание того, что противодействие смешанным бракам не согласуется с либеральной, гуманистической, западной демократической культурой, новой религией ассимилированного еврея. Это обязывает нас познакомиться с отношением к проблеме настоящих еврейских лидеров, подлинных еврейских лидеров, религиозных и светских, в тот период, когда связанная с этой проблемой опасность стала очевидной. Было это во время возвращения евреев из вавилонского изгнания. Поразмыслим об этом. Первые волны евреев возвратились в Сион. Строится еврейское государство. И князья народа, его лидеры, обращаются к главе еврейской общины, песцу Эзре, и говорят Эзра 9.1.2 Народ Израиля и священники и левиты не отделились от народов других стран. Следуют мерзостям киноанеев, хитийцев, перезеев, евусеев, аманитян, маавитян, египтян и эмореев. Так как брали они дочерей их в жены для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами других земель, и рука главных и старших была первой в этом беззаконии. Конец цитаты. Обратите внимание, и смешали семя священное с народами других земель. Разве такие язык, культура и образ мышления эллинистов и похожих на неевреев, евреев, приверженцев реформистского, консервативного и центристского, ортодоксального, именно так, направлений, а также просто либеральных и гуманистических, в кавычках, еврейских секуляристов, не являются расистскими? Лучше верить, что это так. Но как бы ни называли эти язык и концепцию мошенники от иудаизма, они остаются подлинным иудаизмом. И загадкой остается лишь одно. Почему эти мошенники упорно хранят источники, написанные на таком языке в своих храмах? И что же решает еврейское правительство Израиля? Цитата. «Совершили мы преступления перед Богом нашим и взяли чужеземных жен из народа в страны. А теперь заключим союз с Богом нашим о том, чтобы выдворить всех этих жен и рожденных ими». Там же 10, 2, 3. «И они сделали так». И, конечно, были такие, которые отказались. И что делает правительство Торы? Принимает ли оно концепцию «живи и давай жить другим»? Либеральное право жить так, как ему или ей представляется приемлемым, если это не приносит вред другим. Существует ли в этой ситуации либеральный, прогрессивный, гуманистический подход, такой, который согрел бы сердца львов реформистского и овечек центристского, ортодоксального, именно так, направлений? Вряд ли. И вот, что пишет еврейский правитель Нехемия, настоящий еврей Торы. Нехемия, 13, 23, 25. «Видел я еще в те дни иудеев, что снова взяли себе жен из Аждода, Аммона и Муава. А сыновья их не умеют говорить по-иудейски, наполовину говорят по-аждотски и на языках других народов. «И спорил я с ними, и проклинал их, и бил некоторых из них, и рвал на них волосы, и заклинал их Богом, не давайте дочерей ваших их сыновьям, и не берите дочерей их для сыновей своих и для себя». Конец цитаты. «Это демократия?» «Нет!» «Это иудаизм?» «Да!» «Они противоречат друг другу?» «Да, мой сын, да!» «И так же у Маймонида в Мишне Тура, Хилхот и Сурей Биа 12.1. Еврея, совершающего половое сношение с нееврейкой в браке, или еврейку, совершающую тоже с неевреем, по закону Торы подвергают наказанию плетьми. «Это демократия?» «Нет!» «Это иудаизм?» «Да!» «Они противоречат друг другу?» «Да, дочь моя, да!»